Реконструкция стадиона длится уже 8 лет. К открытию здесь должны появиться новое футбольное поле, беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и высоту, сектора для метания копья и толкания ядра. Также планируется теннисный корт. Заниматься в спорткомплексе «Динамо» смогут не только полицейские, но и все желающие. Сотрудники тоже испытывают потребность, потому что сейчас Росгвардия, поэтому мы надеемся, что они войдут тоже в «Динамо». Надо четко признать, что не только сегодня сотрудники ГУВД и Нацгвардии ждут ввода в эксплуатацию этого стадиона. Это стадион – любимое место для спортивных соревнований жителей города. И они сегодня его ждут, потому что сегодня он отстреляет определенный символ спортивной славы Кубани. Вот на этом стадионе из этого стадиона вышло много олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Поэтому, конечно, жителями города сегодня продиктована необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию стадиона «Динамо». Ну, я думаю, что разумная часть времени будет отведена для силовых ведомств, часть для… Конечно. Уже завершено строительство трибун. На стадионе продумана и неспортивная инфраструктура. Сделана подземная парковка. В краевом бюджете на следующий год дополнительно заложили 380 миллионов рублей, чтобы частично ввести в эксплуатацию комплекс «Динамо». Вопросы стадиона для нас сегодня очень важны. Вы все знаете, что в следующем году ему исполняется 85 лет. Поэтому к этой дате мы обязаны, конечно, его сдать. Я понимаю, что у каждого будет много сегодня вопросов, а может быть и проблем. Мы сегодня, вот сегодня, их необходимо обсудить, чтобы уже в следующем году мы к ним не возвращались. А все вместе также собрались, чтобы перерезать ленточку. Конечно, достроить надо, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. И то, чтобы сориентировались, чтобы 85-летие прошло, дата будет. Рядом со стадионом должна появиться и зеленая зона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова